коллеги всем здрасте сегодня у нас факт по программированию номер 18 я покажу вопросы которые вы прислали сегодня их раз два три шесть штук и поехали начиная с первого вернее 79 вопрос звучит следующим образом почему в entity framework core нет триггеров на вставку обновления удаления записи таких как в msql сервер тут ребят на самом деле все очень просто сам msql сервер конечно хорошо но если учесть что entity framework поддерживает не только msql сервер но и другие собственно говоря провайдеры sql баз данных ну такие как oracle postgres light my scale и везде реализацию этих триггеров то есть если хранение данных как-то более-менее похоже поэтому entity framework их как бы с легкостью поддерживать то триггеры они работают немножко по разным механизмам и в этом собственно говоря сложность поэтому триггеры которые используются конкретно msql сервере вряд ли когда-нибудь будут работать или работать в полной мере как говорит сам собственно разработчик другими словами есть extension так называемые или плагины если хотите которые позволяют на уровне бизнес-логики использовать эти самые триггеры что на мой взгляд кажется более логично да есть у вас бизнес-логика лежит в си шарпе то почему триггеры должны быть в базе данных в общем я нашел некоторое количество решения например вот entity framework core на ниже укаженной страницы я ссылку оставлю в описании который в общем то уже реализует этот подход мне мне показался он очень интересный есть куча видео на ю тубе можете посмотреть ознакомиться как это работает и надо сказать что уже появилась версия номер пять для dotnet пятого соответственно вернее для entity framework core 5 версии на dotnet 5 соответственно в общем работает достаточно интересно и можно реализовать интересные штуки например как псевдо удаление да когда триггер подменяет состояние объекта а не удаляет физически в общем штука полезная на самом деле ну вот как то так давайте следующий вопрос номер 80 если хорошие аналоги identity сервер 4 если есть то какие какие у них плюсы и минусы на самом деле это вопрос интересный я не не са ой не раз уже сам ним задумался потому что nt framework сервер 4 это конечная версия теперь существует другая контора то есть создатель identity сервер создал себе другую контору которая в общем то реализуют в том числе и платные услуги в общем мне это не очень нравится я думаю что штуки такие как identity сервер должны быть бесплатно это мое сугубо личная точка зрения вы можете с ней соглашаться или нет и в общем то как альтернативу я давно себе подыскиваю надо сказать что identity сервер поддержка identity сервер который бесплатный который open source будет еще продолжаться до ноября 22 года поэтому как бы время есть но тем не менее я покажу такую там картинку есть штука как она называется open id dict core вот ссылка в описании добавлю и в общем то она уже перешла в третью версию как видите она уже поддерживается над пятым и это на самом деле самое близкое из подобных identity фреймворку ой извините identity серверу реализация вот этой спецификации то есть нельзя говорить о плюсах и минусах потому что есть спецификация которая должна в общем то быть реализована в коде и какие-то фреймворки ближе к ней то есть больше реализуют какие-то дальше вот от этого нужно отталкиваться так вот open id вот этот dict 3.0 она максимально близко приближена по функционалу identity сервер в том числе реализует некоторые фишки которые в identity сервер в общем то нет но есть и такие которые еще не реализованы ребята идут семимельными шагами в общем думаем что будет альтернатива через годик-другой все методы все регистрации все возможные механизмы которые существуют они описаны спецификации а это будет просто немножко другая реализация и разница будет только может быть название методов ну вот вот так вот как-то вопрос номер восемьдесят один и а есть какая есть карта обучения нет разработчика если есть то какая ну друзья тут на самом деле все очень просто никакой карты обучения нет и каждый институт или каждый университет или каждый курс или вообще как хотите то кто где вам преподают использует свой собственный подход ну наверное на основании каких-то внутренних каких-то механизмов которые не вот приняли какие-то решения по обучении людей которые в общем-то стремятся стать разработчиками на самом деле я вам скажу честно у меня нет образования высшего это вот такой вам секрет открою потому что когда я начинал учиться это было очень давно такого понятия как разработчик вообще не было я был я если бы пошел дальше учиться то есть два курса отучился если бы не бросил я был бы строителем железных дорог но это так немножко лирики то есть я на баме прожил двадцать лет и там точно негде было программировать так вот самый простой вариант на тот момент было чтение литературы причем на английском языке потому что переводы выходили очень долго да пока доходило все до россии уже все устаревало и поэтому самый простой вариант было читать английскую литературу сейчас есть куча обучающих видео и в общем сейчас в общем как и тогда на самом деле я бы порекомендовал использовать свой подход который я использовал для обучения для изучения в общем ничего нет круче чем практика берите себе задание надумайте его придумывайте ну там сделать сайт или сделать блок или сделать микросервис или я не знаю публиковать там настроиться научиться там девопчингу в общем все что для этого нужно у вас собственно говоря есть так или иначе когда перед вами будет реальная задача вам нужно будет реально решать вы будете понимать какую сторону двигаться безусловно я если смогу окажу помощь подскажу где куда чу посмотреть полистать но еще раз говорю реальная задача поставлена перед вами ну желательно вами же чтобы могли ее решить независимости от того платят вам зарплату или нет она вот не знаю на мой взгляд это как бы будет работать когда вы какую-то обособленную задачу стать которая не принесет реального результата можно не знаю можно забросить и вообще забить не так сказать и ничего не делать я бы рекомендовал все таки сделать себе блог да вот начиная нужен разработчику блок или нет я думаю что нужен где-то на сайте есть описание на моем в блоге почему нужен я думаю что отличная задача во первых план поехали дальше это уже лирика пошла вопрос номер 82 и звучит он следующим образом что лучше string empty или две кавычки я вас уверяю друзья на самом деле для джит компилятора абсолютно по барабану потому что так или иначе при использовании той или иной опции в конечном итоге генерируется абсолютно одинаковый код поэтому вот фиолетово да то есть либо ту хотите либо ту хотите бессмысленно делать какой-то специфический выбор в конкретную сторону выбирайте любой джит компилятору все равно номер 83 что должен знать middle asp.net разработчик какие паттерны какие библиотеки для хорошего кода но вопрос на самом деле поставил меня в тупик я объясню почему смотрите какие библиотеки для хорошего кода библиотеки для хорошего кода не нужны то что есть библиотеки это значит внутри библиотек уже хороший код есть но я надеюсь что во всех библиотеках есть хороший внутри код что же касается разработчика то ему вообще эти библиотеки можно знать или не Знает, разработчик должен уметь Делать эти самые библиотеки, внутри которых Хороший код Чтобы быть хорошим разработчиком Чтобы издать middle разработчикам Обычно плохих не делают Джунов не переводят в middle Поэтому нужно быть хорошим разработчиком Это моя сугубо личная точка зрения В общем, какие паттерны? Смотрите, я еще когда-то давным-давно Придумал себе такое понятие Теория одного урока Когда вам в школе сказали Вот такой вот теорема Пифагора Решается вот так и все И потом все последующие задачи, которые перед вами не были Вы подставляете теорему Пифагора Решается или нет В общем, вот эта теория одного урока Когда вы пытаетесь эту теорию Или эту формулу, эти паттерны Натянуть на одну задачу Это неправильно, так не должно быть Middle.net разработчик Или вообще любой разработчик Неважно, кстати, какой Middle, Junior или Senior Они должны уметь манипулировать этими паттернами Они должны объяснить их необходимость применения Они должны понимать Что если, допустим, вы работаете в команде И какой-то разработчик сказал Я применил паттерн, там, медиатор Да, это же паттерн И вы, как разработчик, должны понимать Как он работает Куда смотреть Откуда ноги торчат И как его использовать То есть вы должны в ответ сказать А я использовал, там, я не знаю Декоратор и тот разработчик, которому вы это сказали, тоже должен понимать. То есть паттерны не нужно знать какие-то, чтобы применять или не применять. Для того, чтобы решить конкретную задачу, вам нужно уметь манипулировать этими паттернами. Это все равно, что как... То есть паттерны — это инструменты, да? То есть если вы строите дом, то вам не нужен только молоток, правильно? Вам же нужны и другие штуки, которые называются инструменты, которые нужно в нужном месте применять. Вот паттерны — это, в общем-то, большие-большие абстракции, которые помогают решить определенные задачи на определенных условиях с определенными результатами. И умение ими манипулировать — это очень важно. А что касается для знания мидла, то есть мидл-разработчика, в частности, ASP.NET, ну, такого я сказать не могу. Смотрите, есть ASP.NET, если говорить корту — это один вариант, если MVC — другой вариант, если пейджи — это третий вариант. Вот мидл-разработчик должен это все знать. Неважно, какой ASP.NET, неважно, какие будут перед ним задачи, чтобы он не был привязан к конкретной практической части. То есть нужно, чтобы умение разработчика, то есть мидл-разработчика, писать хороший код не зависело от того, какие паттерны были применены, что можно один и тот же код, результат привести при помощи использования разных паттернов, разных подходов. В общем, на самом деле практика, практика, практика. Еще раз именно поэтому на предыдущий вопрос я ответил, что лучше, так это все-таки практика. Чем больше вы знаете и умеете, чем больше вы попробовали нугит-пакетов, каких-то видео посмотрели, вы понимаете, как код работает. Вам прямо уже на задании, когда вам выдают в голове, обычно у меня, во всяком случае, выстраивается цепочка паттернов, цепочка нугит-пакетов, которые эти паттерны реализуют, чтобы точно понимать, что я хочу сделать, хочу чего добиться и как решить поставленную задачу. Более того, вот эти вот все паттерны, они дают не только возможность решить определенную задачу, но и заложить на будущее некоторый функционал, который может быть масштабирован на дальнейшие задачи. То есть вам, может быть, поставили задачу создать профиль пользователя. Ну, профиль пользователя создать не проблема, а дальше-то будут хотелки расти у заказчика, то есть у директора вашего. Нужно будет не просто создать профиль, но и дополнять ему информацию, а потом профиль пользователя захочет изменить, потом получать уведомления, потом управлять медовыми, и это бесконечная песня. То есть если вы будете писать код, используя паттерны, используя какие-то наработки, один вариант, или писать его собственноручно, чтобы, собственно говоря, смысла не вижу. Если open source, это вообще супер. Вот, то есть вот это вот умение вам должно помочь быть милым разработчиком. То есть непосредственно, что должен знать? Ну, узнать нет, а вот уметь решать задачи несколькими вариантами. Еще раз повторю мою, в общем-то, собственную логику. Чем отличается хороший разработчик от супер-разработчика? Хороший разработчик может решить задачу. А супер-разработчик, middle, если хотите, разработчик, он может решить задачу несколькими способами, понимаете? То есть нужно, чтобы не просто мог решить задачу, а еще и выбрать самый оптимальный, самый лучший, самый быстрый вариант, или самый долгий, если хотите. Ну, в общем, разработчики бывают разные. Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Ну, в любом случае, жду от вас комментариев. Ну, и, в общем-то, вопрос номер 84. Где можно использовать рекорд типы, как модели в EF? Смотрите, тут, когда вводили этот тип, надо понимать, что это ссылочный тип, что он immutable, то есть неизменяемый. Такое понятие, как EF-модели, по большому счету, у вас, ну, в принципе, работать не будут. Entity Framework работает с сущностями, которые могут изменяться. Поэтому их Entity Framework наполняет, запускает Change Tracker, отслеживая их состояние, сохраняет. В общем, здесь как бы рекорды на самом деле не очень подходят, потому что они immutable, то есть неизменяемые. То есть для того, чтобы их изменить, нужны специальные механизмы, которые просто... Ну, в общем, это про рекорд, почитайте, она, в общем, штука интересная на самом деле. И, опять же, сами разработчики говорят, что в дальнейшем, то есть когда-нибудь, ну, я думаю, что в версии 6.0, они будут поддерживать рекорды, но для этого нужно, сами представьте, если она неизменяемая, нужно написать достаточно много кода, и, может быть, какие-то первоначально будут ограничения на его использование. Тем не менее, рекорд это неизменяемая часть, которая позволяет, которая хранится в ссылочной, которая ссылочной, да, имеет тип, и, в общем, отсюда во все песни и пляски. То есть позволяет сравнивать записи по значениям, а не по, собственно говоря, ссылке на них. И это, в общем, на самом деле, удобная штука, но все хорошо в меру. Вот как модель VF это пока не работает, и, в общем, если работает, то есть некоторые ограничения, и они такие существенные, что особого смысла в этом нет. Другое дело, что рекорды удобно передавать как параметры. Вы все равно класс какой-нибудь создаете, наполняете его, как DTO, например, да, или как, не знаю, как реквест для медиатора, и он точно у вас не меняется, и вот идеальный вариант и создавать просто, и наполнять легко, вот так вот, наверное. Ну, в общем, наверное, я думаю, что на сегодня все. Спасибо вам за ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вставайте спонсором, помогайте развивать канал, подключайтесь к Телеграму, есть там интересные вопросы и куча новостей. Ну, а на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok